Здравствуйте, друзья! С вами Виктория. Сегодня я вам расскажу, как испечь очень вкусный манник на кефире. Готовится все очень просто, быстро, из доступных продуктов. И в итоге получается очень вкусная выпечка к чаю на скорую руку. Рецепт очень старый, или, если точнее сказать, старинный. Тогда еще не у каждой хозяйки были весы, поэтому ингредиенты здесь измеряются стаканами. По этому рецепту я готовила неоднократно, поэтому советую вам не изменять количество ингредиентов. Для приготовления нам понадобится 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, манка, тоже 1 стакан, 3 яйца, разрыхлитель 10 грамм, ванилин, щепотка соли и немного сливочного масла для смазки формочки. Формочка у меня диаметром 20 сантиметров. В емкость, в которой я буду замешивать тесто, выливаю стакан кефира. В кефиру высыпаю стакан манной крупы и хорошо перемешиваю. Оставляю набухать манку в кефире на 20-30 минут. В это время смешиваю 3 яйца со стаканом сахара, добавляю немного экстракта ванили. Экстракт ванили это по желанию. Можно вместо экстракта ванили добавить ванильный сахар или немного сока лимона. Хорошо перемешиваю венчиком. Затем в муку высыпаю 10 грамм разрыхлителя. Хорошо перемешиваю. Разрыхлитель можно заменить содой. Формочку хорошо смазываю сливочным маслом. Манка у меня набухла. Простояла она у меня 30 минут. Я в нее выливаю яично-сахарную смесь. Хорошо перемешиваю ложкой. Можно перемешивать ложкой или венчиком. Взбивать манник не нужно. Перемешиваю до однородности. И постепенно начинаю всыпать муку. Муку, которую мы смешивали вместе с разрыхлителем. Добавляю одну часть муки. Хорошо перемешиваю. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные. И всыпаю вторую часть муки. И тоже хорошо перемешиваю. Для верности все хорошо перемешиваю венчиком. Тесто готово. Вот такое примерно по консистенции оно должно у вас получиться. В подготовленную смазанную сливочным маслом формочку выливаю тесто. Формочку можно взять абсолютно любую. Круглую, квадратную, прямоугольную. У меня вот такая формочка. Ставлю выпекаться манник в духовку на 30 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Вот такой румяный манник у меня получился. Зубочистка выходит сухой. Вытаскиваем его. При желании его можно залить немного молоком, полстакана молока. И поставить еще раз в духовку на 10-15 минут. Я же в этот раз не заливаю его молоком. А вот так немного прохожусь ножичком. И достаю его из формы. Я люблю манник пить просто с большим количеством молока. Вот такой пышный он у меня получился. Можно оставить так. Можно перевернуть на другую сторону. Это как вам больше нравится. Я присыпаю манник сахарной пудрой. И сейчас я вам его разрежу и покажу, какой он получился внутри. Получается он очень воздушный, пышный и ароматный. Посмотрите, как он хорошо поднялся. Ставим чай, кофе или наливаем молоко. И быстренько пробуем этот вкусный пирог, который готовится из такого небольшого количества ингредиентов. Надеюсь, что рецепт и видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!